В эфире проект «Политик Ю». Здравствуйте всем. И сегодня об актуальных вопросах безработицы, трудоустройства и о многом другом мы будем говорить с гостем нашего проекта Денисом Дармастуком, который исполняет обязанности директора Киевского областного центра занятости. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Итак, первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Скажите, пожалуйста, чем сейчас занята ваша структура, в частности, областной Киевский государственный центр занятости? Над чем вы работаете? Над чем сосредоточены в данный момент? Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. На сегодняшний момент Киевская областная служба занятости представлена 28 центрами занятости, которые находятся на территории Киевской области. На начало года на учете в Киевской областной службы занятости стояло 20 500 безработных. Наша основная задача на сегодняшний момент – это не просто вовремя платить пособия и оказывать все те условия, которые мы оказываем. Наша задача – это трудоустройство наших граждан, трудоустройство наших безработных, которые обращаются в нашу службу. У нас есть на сегодняшний момент положительная динамика. У нас на сегодняшний день уже на 1 июля где-то порядка 16 тысяч безработных. Мы заинтересованы в том, чтобы наши работодатели предоставляли как можно больше вакансий, которые мы можем смело предлагать нашим безработным. Если, например, на начало года у нас на одну вакансию было 8 безработных, то сегодня, на 1 июля, мы уже показали динамику 6 безработных. То есть мы хотим выйти на уровень, когда у нас будет большое количество вакансий, которые мы можем предоставить нашим безработным. У безработного должен быть выбор по тем вакансиям, которые должны присутствовать в нашей базе. Такая стоит наша задача. Плюс мы четко понимаем, что наших безработных, им нужно поддержать и дать им возможность, например, получить обучение или переобучение, или повысить квалификацию. Здесь в полном объеме оказывается весь перечень услуг. Мы обучаем наших безработных, мы переобучаем. Есть такая процедура, когда сам работодатель обращается к нам и говорит, нам нужен такой-то, такой-то, такой-то специалист, он должен обладать вот такими квалифицированными требованиями. Приходит к нам безработный, и он получает направление на работу, например, на компанию, на завод, например, «Маяк». Так вот, представитель завода «Маяк» находится на территории центра занятости и рассказывает ему, что это за работу, и дает ему полную необходимую информацию. Безработный, попавший на территорию центра занятости, не может от специалиста получить необходимую конкретную информацию по конкретному предприятию. Мы делаем график посещения крупных работодателей. Сидят представители с отдела кадров, которые четко безработному показывают и рассказывают, что это за работа, какая будет заработная плата, какие условия работы, и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. У нас есть такое направление, как одноразово допомога на започеткувание властной справы. Это мы предлагаем нашим безработным защитить бизнес-план, в котором он расскажет о конкретном своем проекте, который с помощью службы занятости сможет реализовать на конкретной территории, своего села, района или города. Это, может быть, небольшие определенные деньги, но что происходит на сегодняшний момент? Мы заслушиваем эти бизнес-планы, мы рекомендуем данному безработному выплатить одноразовую допомогу. Он получает эти деньги, и мы его больше не видим и не знаем. Успешен его проект, неуспешен его проект. Чем он занимается? Может, он уже ликвидировался через 2-3 месяца. И здесь стоит задача постоянно отслеживать эти проекты. Например, открыл он Ксерокс-коопировальный центр. Он начал работать. Мы хотим дальше продолжать с ним работать, во-первых, показывать и говорить, что да, действительно, удачный проект. И мы четко понимаем, что мы не зря выделили ему деньги на это дело. И тут уже наша ответственность. И тот безработный, который стал частным предпринимателем благодаря службе занятости и получил удачный проект, он должен быть в плотном контакте для других безработных, которые также хотят заняться собственным делом. И вот последовательная работа с такими удачными проектами тоже есть работа Центра развития предпринимательства. Как вариант. А как вы это отслеживаете? Вот как? Дело в том, что работа Центра должна отработать механизм взаимодействия. Это самое главное. Ведь мы тут выступаем просто площадкой, сервисной площадкой, которая оказывает услуги. Но можно оказать услугу. А мы заинтересованы в том, чтобы эта услуга была оказана качественно. Так вот, я думаю, что на базе каких-то общественных организаций, которые мы хотим привлечь, а мы уже хотим в 20-х числах августа открыть первый такой центр на базе Киево-Святошинского района. В сентябре мы открываем в городе Славудичи. Мы привлекаем туда общественные организации, которые будут давать нам всю необходимую информацию по конкретному безработному. То есть их реально контролирует общественность? Да. Вот эти люди, которые получают эти деньги, кстати, какова цифра денег, которые они получают? Ну, в среднем пособие одноразового допомога по безработице это где-то от 20 до 30 тысяч гривен единоразово. Ага. То есть это как бы стартовая площадка? Это деньги, которые даются на регистрацию частного предпринимателя и деньги, которые будут направлены на оборотные средства и на закупку каких-то необходимых материалов для создания конкретного дела. В основном это услуги. Мы сейчас очень плотно с Соболгосадминистрацией, с Райгосадминистрациями отрабатываем кластеризацию района или региона. Например, мы не даем средства и критикуем бизнес-планы, которые направлены на, допустим, посредническую торговлю. Агурцы купил по одной цене, подал по другой цене. Мы не даем на это деньги. Мы считаем, что это утопия. Посредническая сфера, она и так работает неплохо, и она задействована вдоль рынка очень предметно. Мы здесь очень плотно отрабатываем с Райгосадминистрациями. У них есть управление экономики, которые нам говорят, что мы считаем целесообразным направить, допустим, безработных в сферу услуг. И мы даем финансирование под проекты, связанные с услугами. И так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что за 26-28 тысяч гривен не создат, сейчас, например, производственная сфера, они создат какие-то производственные площадки. Но четко сейчас отрабатываем и даем средства на сферу услуг. Опять-таки плотно проработавшие с местной властью, которая нам это рекомендовала. Смотрите, какой сейчас спрос на рынке, скажем так, труда? То есть, какие профессии более затребованы на данный момент? По вашей статистике или по вашему внутреннему? На сегодняшний момент у нас есть действительно большая проблема с тем, что к нам обращается работодатель, который требует от нас специалистов в области рабочих специальностей. Мы, к сожалению, сегодня большому не можем найти токарей, мы не можем найти фрезеровщиков. Это действительно есть для нас большая проблема. В Державной службе занятости на сегодняшний момент есть 11 центров повышения квалификации. Ближайший город Киев и Киевской областью – это в городе Ровно, на базе Ровенской областной службы занятости есть центр предвещения квалификации. Так вот, мы на сегодняшний момент пошли другим путем. Мы посмотрели и нашли технически образованных специалистов, которые есть у нас на учете, и которые хотели бы переключиться быть специалистами в области рабочих специальностей, отбираем их и направляем их на обучение. Тем самым все-таки стараемся укомплектовать вакансии по рабочим специальностям. К сожалению, большому сеть про техобразование в нашей стране и в Киевской области в том числе не работает, поэтому мы пошли вот таким вот путем. Также хочу сказать, что у нас есть потребность в медицинском персонале. Государственные учреждения медицинские, которые есть на сегодняшний момент, и которые предлагают нам ту либоную вакансию, к сожалению, большому очень плохо оплачиваются. То есть, например, в районную поликлинику требуется санитарка с зарплатой 1400-1500 гривен. К сожалению, большому в Киевской области, в городе Киеве, укомплектовать эту вакансию практически невозможно. Есть большой спрос на специалистов в системе обслуживания. Если брать, например, общепит, требуются повара, требуются кондитеры, требуются официанты, официантки, администраторы. Это действительно есть большая проблема, поскольку 90% в системе общепита работает в неофициальной занятости. Если мы говорим про официальную занятость, то там действительно есть необходимость к обслуживанию этих вакансий. Мы сейчас очень плотно прорабатываем с работодателем, говорим им о том, что надо либо повышать заработную плату, либо менять методы работы непосредственно на предприятиях. Вот это как бы наша основная задача. Также хотел проинформировать о том, что у нас очень много безработных, которые, например, бывшие военные. Это касается, в частности, тех, кто был в зоне АТО. Был в зоне АТО и бывшие работники правоохранительных органов. То действительно, например, если брать Киевскую область, у нас стоит более 700 таких безработных, которые действительно стоят на учете, получают большое пособие. И мы, конечно же, в первую очередь заинтересованы их трудоустроить. Какое большое пособие? Уточните, пожалуйста, в частности, люди, которые пришли... Ну, например, больше работники правоохранительных органов, например, работники прокуратуры получают 4 минимальные заработные платы. Это где-то порядка 5-700 гривен пособия. Минимальное пособие у нас сейчас 544 гривны. 544 гривны. Значит, также хочу сказать, что висково-службовце, как мы решаем эту проблему. У нас есть положительная динамика, очень плотная работа с бронными силами Украины, в частности, военкоматами, где мы потихонечку начали вместе с ними укомплектовывать эти вакансии. Люди и бывшие участники антитеррористической операции, и переселенцы, которые стоят на нашем учете, и бывшие работники правоохранительных органов, они идут и устраиваются туда на работу. Это наша плотная работа на основании подписанного меморандума. Тоже некомпонятно. Скажите, пожалуйста, как ситуация обстоит с переселенцами? Люди все-таки бросили, скажем так, свои рабочие места, свои дома, в связи с этой ситуацией, большая часть переехали в Киев, кто куда смог. То есть как с этим? Вы тоже их пытаетесь как-то трудоустроить? На начало года у нас было где-то порядка 700 переселенцев, которые стояли на учете и получали у нас пособия. На сегодняшний момент у нас около 200 переселенцев на 1 июля. Какая динамика? Динамика такова, что все-таки мы ищем им работу и пытаемся их максимально трудоустроить. Если необходимо подучить, переобучить, мы также уделяем на это средства в рамках чинного законодавства Украины и все-таки стараемся, подучивши, направить их на работу. То есть у нас на сегодняшний момент, есть динамика такому, что все меньше и меньше стоит на учете у нас переселенцев. Они идут работать, получают рабочие места и там работают. Такая система электронных реестров, скажем так, когда человек смотрит, получает уже определенную информацию и делает определенные выводы. Это связано в первую очередь с чем? С тем реформированием, которое заявлено во всех госструктурах. Вот у вас как? Реформы продвигаются? Конечно, наша основная задача на сегодняшний момент это быстрое трудоустройство наших граждан. Если действительно ранее в основном люди приходили и становились на учет и считали себя безработным, и могли находиться на учете 6, 7, 8 месяцев, просто получавши пособие. У кого как получится. У кого как получится. Да, у каждого разная ситуация. Один уволился по одной статье, второй уволился по другой статье. И было такое понимание, что, повторяюсь, мы та структура, которая просто платит пособия. Никто не говорил про процессовлаштования, никто не говорил про поиск работы. Сегодня введен в работу наших базовых центров занятости в районах, в городах институт консультантов и администраторов. То, что я говорил. Сейчас задача основная направить на работу. Если мы можем научить переобучить, научить переобучить, опять-таки направить на работу. Мы сейчас заинтересованы в экономии денег нашего фонда. Это наша основная задача. И у нас есть такая положительная динамика. Мы и уменьшаем количество безработных, и мы уменьшаем количество затрат на вытаживание фонда. Мы учить и деньги направим на обучение и переобучение для наших безработных, для переселенцев, для атошников. И так далее, нежели люди просто будут стоять на учете и получать пособие. Представьте, стоит на учете мужчина 44 года. Он может работать, и он хочет работать. Так вот, наш подход к нему таков, что мы ему предлагаем большое количество вакансий, чтобы его трудоустроить. Смотрите, в частности с тем, кому уже, скажем так, люди предпенсионного возраста. Это большая проблема и большая воля нашего государства целиком. Что вы можете со своих, скажем так, позиций посоветовать этим людям? То есть, может, лучше запровадить в целом такую систему, чтобы люди получали от вас какое-то непосредственное направление, скажем так, документ, справку или как это назвать, и шли на пенсионный фонд оформлять пенсию. Какой смысл их держать в службе занятости? Говорю про пенсионеров. Ну, предпенсионного возраста, для которых очень проблематично найти работу. То есть, как бы, это 50-55, то есть, как бы, вот такой вот возрастной ценз. Вы знаете, я хочу сказать, что на сегодняшний момент у нас нет больших проблем найти работу людям при пенсионном возрасте. Наша сейчас задача, как можно больше найти вакансий для этих людей в том числе. Например, женщине 56 лет, педобразование. Она не пенсионерка. Мы предлагаем вакансию нянечки, и она идёт и работает. Также, например... Нянечка – это уже сотрудничество с какими-то частными структурами? Частные компании, частные агентства выходят на нас и предлагают, например, частные уроки по математике. Есть, создаётся частное агентство, которое заинтересовано в том, чтобы найти работника, специалиста, который будет частным образом оказывать уроки. У нас есть такая практика. Мы работаем с рядом таких агентств, которые к нам обратились в Киевскую область службы занятости. Мы это всё дело спустили на районы, где мы ищем как раз людей при пенсионном возрасте, например, педагогов, учителей, которые готовы работать вот таким вот образом. Плюс есть очень хороший опыт, к нам обратился один работодатель охраны агентства, которые говорят, мы платим не очень хорошую заработную плату, она средняя, допустим, 3-3,5 тысячи гривен, но мы хотим найти бывших работников пароохранительных органов, которые уже имеют пенсию. Военную пенсию или пенсию работников пароохранительных органов. И мы предлагаем, у нас очень много таких безработных, которые с удовольствием пошли бы, имея пенсию, там, ну, вы знаете, у военных они выходят через 20 лет на пенсию, там, 40-45 лет. Мужчина в возрасте 45, 47, 50, 52, 54 года, он идёт в охранное агентство и получает дополнительную работу. Работает там сутки-двое, там сутки-трое, неважно. Главное, что он получает работу и получает заработную плату. Денис, спасибо вам большое за актуальные и откровенные вопросы. Я думаю, вы нашим зрителям очень помогли и кое о чём присветили и рассказали о реальной ситуации, что сейчас происходит. Спасибо. Спасибо вам. А нашим зрителям напомню, что сегодня гостем проекта «Политике» был Денис Дармастук, исполняющий обязанности директора Киевского областного центра занятости. Смотрите нас, до встречи, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok